Солигорский шахтер Солигорск Матчу с Гомелем именно для того, чтобы воочию оценить потенциал команды, а заодно поближе познакомиться со здешним антуражем. Время для визита мы выбрали самое, что ни на есть благодатное. Поединком с южанами шахтер открывал серию домашних матчей в чемпионате 2017. А потому стадион «Строитель» после долгого зимнего одиночества бойко заполнялся соскучившимися по футболу зрителям. Правда, дуэль с гостевым фан-сектором они проиграли. Белозеленая торсида частую переключала противоположный сектор. Зато болельщики горняков проявили похвальную активность приобретения журнала «Большой футбол». Увидав на обложке издания АБФФ местную легенду Александра Юревича, публика просто подчистую смела с пола к программке к матчу, в придачу к которым шел мартовский выпуск «Глянца». А затем с журналом наперевес в ожидании автографа высматривала экс-защитника «Желто-Черных» у вид трибуны, где Юревича заметили самые глазастые фаны. Впрочем, стоило командам выйти на газон, как внимание от героев минувших дней болельщики переключили на любимцев сегодняшних и стали свидетелями вполне себе качественного футбола с учетом времени года, состояния поля и амбиции обоих коллективов. Шахтер действовал первым номером и старательно искал стежки дорожки к владениям гостей. Несколько раз горняки были близки к захвату гомельских земель, но всякий раз на их пути оказывался Константин Руденок. Галкипер Южан порой творил просто немыслимые вещи в воротах, за что по единогласному признанию был назван первой звездой матча. Трудная игра. Мы, наверное, изначально такую тактику определили, что мы будем ждать своего момента больше, играть с отобороны. В первом тайме у Шахтера была одна схема игры, второй тайм другая, то есть как бы нам пришлось перестраиваться, подстраиваться, в принципе, с чем мы хорошо справились. И с игрой в навал с их ней мы справились, и с комбинациями, в первом тайме они комбинировали там. То есть, ну, все нормально, в конце еще могли заобистоваться. Я думаю, что как планировали, так и сыграли. Контратаки гомеля получались редкими, да меткими. Несколько раз киперхозяй Владимир Бушма также трудился на славу. Однако убедит две тысячи человек, собравшихся на строителя, в том, что серебряный призор 2016 будет сломлен, выходцам из первой лиги не удалось. Более того, с появлением во втором тайме Дражина Багарича и перехода на тактику навесов и длинных диагональных передач, желто-черные на каждый выпад визави отвечали двумя, а то и тремя опаснейшими атаками. Вот только довести их до ума у Горняков не получилось. Действительно, мы имели несколько реальных возможностей забить мяч и выиграть встречу, но в концовках атак действовали непрозумительно. Не знаю, почему так произошло, скорее всего, повлияла усталость. Все-таки на неделе проводим уже трещу встречу, тяжело держать высокий темп при таком плотном графике. Но, думаю, сделаем верные выводы из случившегося и уже через неделю сыграем лучше. Уверен, победы придут. Оптимизм Багарича, конечно, окрыляет целегорскую публику, но подкрепить его в реальности будет невероятно сложно. Ведь Горнякам в ближайших турах играет с амбициозными и крепкими Минском, Брестским, Динамо, Доботе. А вот Гомель, наоборот, выдержав испытания первой и второй командой страны, может перевести дух. Встречи со Славей и Ислычу обещают сохранить за южанами место в верхушке Пелетона и заманить съемочную группу АБФФТВ в город над Сожем. Ведь там, похоже, рождается очень симпатичный и небанальный коллектив высшей лиги, за развитием которого стоит наблюдать максимально пристально. Редактор субтитров А.Семкин